На столе постарался расположить все программаторы, которые есть, но где-то треть из них либо уже не актуальны, либо заняты. Но их показывать особого смысла нет, потому что они либо дублируют друг друга, либо какие-то функции от них уже используются в совершенно другом программаторе, который здесь также присутствует. Сейчас отдельно по каждому поговорим. Единственное, что из вот этих программаторов я могу убрать MXK за неактуальностью. Вот, по-моему, от него еще донгл, да? Донгл от него и сам программатор. Их я уберу, они не используются. Все остальные мы сейчас по очереди посмотрим. Вот это называется донгл, но в простонародье его называют программатором. Донгл это ключ по сути. А вот это называется программатором. Вот так это выглядит все. Суарт-кабелем. Но мы для простоты будем называть все это дело программаторами, чтобы было проще изъясняться, потому что мы же на простом языке общаемся. Мы же не диванные эксперты. Перед тем, как начать выбор программатора для себя для работы, необходимо определиться, чем конкретно вы будете заниматься. Прошивка каких аппаратов. Либо вам нужен для восстановления, либо вам нужен какой-то университет. Универсальный инструмент. Об этом тоже отдельно я скажу. Либо вы не знаете вообще про работу программаторов и просто хотите с чего-то начать. Изначально нужно определиться, потому что брать все подряд смысла особого не имеет. Каждый стоит минимум 100 долларов минимум. В основном они стоят больше. И большую часть функций из них наверняка вы использовать не будете. Также точно часть из них используют одинаковые функции. То есть один программатор может использовать треть функций другого. И они могут быть частично взаимозаменяемы. Я сейчас покажу первыми программаторы, которые я считаю менее актуальными для сервиса. Поэтому о них расскажу быстро и коротко. Первый программатор это Meduza Pro. Вот так вот он выглядит. Он нужен для восстановления, для прошивки, для восстановления бута, для прошивки микросхемы памяти. Это уже более глубокий вот от него донгл. То есть вот сам программатор, вот от него донгл. Это ключ. Донгл это ключ цифровой. Дальше вам, если интересно будет, по видео. Значит, Meduza нужна в тех случаях, когда идет уже более глубокий ремонт, когда более долгое время вы этим занимаетесь, и вам нужно уже с перепайкой прошивать. То есть берется отдельная микросхема. Сейчас я покажу на примере. У меня пришла там микросхема на Samsung N8000. Так вот она выглядит. То есть она отдельно здесь прошьется через колодку, которая тоже есть в комплекте. Колодки, кстати, есть не на все, но они большинство универсальные. Вот. Вот так вот выглядит микросхема памяти. Ее отдельно прошиваешь, и в планшет уже впаиваешь. В планшете доделываешь оставшиеся операции. То есть полностью заменить весь цикл программатор даже Meduza Pro не может. Потому что некоторая часть прошивки иногда приходится прошивать через Odin, и иногда приходится устанавливать IMEI через другой аппарат, если Meduza не справляет, там через Octopus. То есть он весь цикл прошивки от выпаивания микросхемы, прошивки, программирования микросхемы, запайки обратной и восстановление в большей части функций аппарата один программатор не может сделать. То есть ему нужны помощники. Следующие два. Это RIF и UFS. Это два программатора, два основополагающих программатора. Раньше все пользовались только ими, RIF и UFS. Но сейчас я посидел, попытался вспомнить, когда в последний раз вообще их брал в руки. И вспомнил, что в последний раз я пытался Nokia 8800 от кода блокировки разблокировать. И было это почти месяц назад. Припаивался я, пытался снять, по-моему, даже снял. Редко, а не нужны. Ими можно припаиваясь там фулл снять, фулл залить, бут восстановить, считать какую-то информацию с телефона личную. Восстановление бута вообще отлично. У UFS был ключ универсальный какой-то. С помощью него можно со скидкой купить типа Infinity боксы и так далее. УFS используется для работы с Nokia, с Samsung, еще там ряд телефонов. Но для Samsung, например, сейчас есть Octopus, Meduza. То есть UFS нужен по факту для Nokia. Но опять же, для Nokia есть Infinity. Там есть Best. С помощью него можно работать с Nokia. То есть проблем возникнуть, в принципе, не должно было. То есть программаторы будут чуть-чуть взаимозамеяемыми. Но кто ремонтирует сотовые телефоны, практически у всех есть. УFS и Reef, не знаю, только пользуются. Сейчас они ими или нет. Также на первом этапе не нужен вот такой программатор. Это Meduza обычная. У нас была Pro. Обычно не вывозит уже, потому что нужно... Ну, как бы перешли немножко на другой уровень ремонта. И Meduza Pro там гораздо большая поддержка. Поэтому простую Meduza можно не покупать. Также есть вот такой программатор. Это для прошивки E-Promo. Он у нас для ремонта телевизоров. То есть он используется, ну, в буквальном смысле, практически каждый день. Когда есть нормальный поток ремонта, он нужен. Он, как бы, я не знаю, его там бывает даже на коленке собирают. Не обязательно вот такой покупать. Но так как хочется ускорить время работы, хочется как-то все это оптимизировать. Все-таки 21 век. Что-то не хочется подшаманивать. Надо все быстрее. Как бы время и деньги проще его купить. Он стоит относительно недорого. Но это тоже на первом этапе он не нужен. Потому что вряд ли вы будете какую-то такую технику, где нужно E-Promo кишить, ремонтировать. Если речь про ремонт телефонов, планшетов, то мы идем дальше. Переходим к интересному. Два программатора. Значит, первый. У нас это Z3X, он называется. Он для ремонта Samsung. И, по-моему, у него есть еще LG вроде бы в поддержке. Но Samsung точно. Почему я им перестал пользоваться? То есть, этот программатор вот есть. Он у нас работает. Но у другого инженера. Не у меня. Я его не использую, потому что мне его интерфейс не очень понравился. Я нашел ему офигенную замену, через которую можно делать Samsung и лыжи LG. И Z3X отпал в нем необходимость. Поэтому я его убираю. Показывать его не буду. Вместо него я покажу Octopus. Его кто-то Octopus называется. Кто-то Octopus. В общем, он бывает двух видов. Он бывает Dongle. То есть, это вот такая вот штука. Вот такая штука. Это Dongle. Это цифровой ключ. И может быть в качестве вот так, в виде программатора. Сейчас важный момент, что если вы собираетесь основательно заниматься ремонтом Samsung и LG, брать надо именно такого формата. Чтобы сюда подключался вот такого типа кабель. Вот так вот он выглядит. Чтобы он подключался в сервисный разъем. Для чего он нужен? Это UART. UART кабель подключается через этот разъем. Например, некоторые телефоны. Вот тут даже на кабеле написано. Где он тут написан у него? Е-мое, только что видел. То есть, модель написана, например, E210. То есть, старые модельки C3322 и так далее. Они могут через USB не делаться. Они могут делаться только через UART кабель. И там, допустим, снять пин-код, какие-то IMEI изменить, что-то такое. Например, на некоторых телефонах можно будет только через UART кабель. То же самое с LG. Как это делать с помощью DONGO, я не знаю. Потому что кабель подключить некуда. И сможет ли он через USB все те же самые функции выполнять? Я не уверен. Потому что, ну, что-то сильно сомневаюсь. Потому что есть отдельный разъем, отдельный комплект кабелей. Кабеля, кстати, как правило, все идут в комплекте. Которые используются именно для восстановления IMEI. Иногда для разблокировки аппарата от оператора. Когда телефон куплен блокированный от оператора. Поэтому я настоятельно рекомендую взять именно в таком формате. Причем Octopus я рекомендую именно купить. То есть, если про те, которые я раньше говорил, они не обязательны на первом этапе, то этот на первом этапе обязательен. Офигенная служба у них. Офигенный ФТПшник, где есть прошивки в формате Octopus. На большинстве аппаратов он умеет менять IMEI. И сейчас уже, ну, там сейчас как-то за кредитом начинают вводить. Но на некоторых аппаратах, на большинстве даже, наверное, аппаратов, можно снять FRP-блокировку у Google на Samsung. И в лыжах. Это очень важно. Так что программатор этот я настоятельно рекомендую. Он действительно нужен. Лучше по Samsung, я не знаю. За 30, конечно, тоже такие функции выполняет. Есть еще программатор Chimera, которая также точно умеет эти же действия выполнять. Ну, вот я сел на Octopus основательный. Я даже не знаю, что сейчас мне сможет его заменить. Дальше. Это по Samsung и по лыжам. Теперь Infinity. Значит, к Infinity прикручивается сразу несколько программаторов. И для отдельных, и для прошивки аппаратов на МТК, и для прошивки аппаратов на Sprite Room. Это CM2 программатор. Он также может привязываться к лицензии Infinity, насколько я помню. Но у меня его нет, потому что нет необходимости. У нас есть авторизация на большинство кистальских аппаратов. И на Sprite Room у нас почти все всегда есть. Но я все равно себе его куплю, потому что иногда хочется бэкап снять с аппарата. И он привязывается к Infinity. Сам Infinity зачем нужен? Сам по себе. Это, по сути, мне нужен был для прошивки Nokia. Infinity Best он называется. Best это программа для компьютера, которая позволяет делать сервисные операции практически со всеми Nokia. Недавно она обновилась, и в новом обновлении можно было увидеть огромное количество операций, не только со старыми Nokia, но и с большинством новых. Именно вот эти последние Nokia, которые выходили уже в 2017 году, еще в ремонте пока ни одной не было. Поэтому сказать не могу, сможет Infinity Best их вывозить или нет. Но тем не менее, вот этот, наверное, самый окупивший себя программатор, потому что Nokia были в определенный момент в огромном количестве, пин-коды с помощью нее снимаются вообще в лед. И еще с помощью нее можно извлекать телефонную книжку из Nokia полувключая, где, допустим, дисплей разбит. Я там умудрялся на них извлекать контакты и распечатать человека тоже. Это серьезная, при хорошем потоке, серьезная копеечка. Этот тоже рекомендуем Best, программатор Best, Infinity Best для покупки. Octopus и Best. Два программатора, которые, я считаю, нужны. Есть еще у нас программатор C-Tool, но он сейчас, к сожалению, занят. Он сейчас у нас у инженера, я его взять не могу. Программатор C-Tool нужен, если вам несут Sony Ericsson. Для прошивки последних Sony есть офигенная программа. Sony PK-компаньон, по-моему, или Xperia PK-компаньон он называется. Ей почти все шьется. Но старые Sony Ericsson, чтобы не искать фолштул, не качать прошивку из-за откуда-то, с 4PDA, может был все этим сетолушить. Он выглядит примерно вот так же, как этот донгл. Прошивается телефона через USB. Снять его сейчас показать не могу, но на первом этапе, я думаю, что можно и без него обойтись. Хотя иногда Sony приходит, и я с удовольствием вспоминаю те времена, когда Sony был вообще в валон, когда этот программатор мог за несколько дней отбиться. Дальше. Дальше посмотрим два программатора, которые некоторое время у меня лежали без дела, а сейчас почему-то я их все чаще и чаще использую. Это MRT Dongle и Sigma. На Sigma я все время ругался, потому что она нужна, по сути, для разблокировки с помощью подбора НЦК-кода для Алькотелей. Еще там есть масса аппаратов, но в основном она использовалась у меня для разблокировки Алькотелей. Есть авторизация на Алькотель, поэтому у них там есть свои собственные сервисные программы, что позволяет мне обходиться без программатора. Но этот же донгл позволяет прошивать Алькотели. Алькотели, как вы знаете, очень много и на Qualcomm, и на МТК. Отдельно я уже рассказывал в отдельном видео про работу Sigma, но, может быть, как-то еще затрону ее более детально. Интерфейс весь на английском, кое-чего до чего приходится доходить самому. Но, чтобы вы поняли, по всем этим программаторам вам до всего придется доходить самому. То есть, если кажется, что все будет там даже на английском, нифига, где-то придется искать на YouTube мануалы и так далее. В некоторые моменты пришлось самому додумывать, потому что ни один гад не выложил какую-то мелкую инструкцию, мелкую помощь, как в телефон перевести там нужный режим Huawei и так далее. Но это тоже потом отдельно расскажем. Sigma. Я на нее ругался, потому что она себя не окупала. Она стоит там 300 с чем-то долларов со всеми паками. Там есть просто Sigma, она умеет там коды подбирать на некоторые Алькотели для разблокировки от оператора. Пак 1, он позволяет там шить какие-то аппараты. Пак 2, там Motorola и, по-моему, Micromax и E415 от оператора. И пак 3, то он умеет ФРП-блокировку снимать с Motorola Huawei. Вот долгое время он у меня лежал, потому что ФРП-блокировки я умел на Huawei и на Motorola, ну, на ранних прошивках, снимать руками. Сейчас все хуже и хуже Motorola, Huawei. Также точно, я так понимаю, смотрят YouTube и все остальное программисты, все добавляют, косяки, дырки какие-то в безопасности закрывают, и все сложнее и сложнее становится. И теперь с помощью Sigma просто в лед разблокируются почти все Huawei от ФРП-блокировки. Постоянно, кстати, идет обновление. И на, не на алькотелях, Huawei и Motorola. Вот, Huawei и Motorola, то есть на двух этих производителях. Сейчас Sigma вообще просто в лед, я не знаю, она за месяц, наверное, себя отбила, чего не могла сделать за предыдущие несколько лет использования. Тут тоже Dongle. Вроде Sigma есть программатор, тоже с UART кабелями, но я купил Dongle и не пожалел, потому что если бы я купил программатор, он стоит еще, по-моему, на 100 долларов дороже, еще неизвестно, когда бы он не отбился, и пока надобности нет. Но если понадобится Huawei и Motorola разблокировать, я куплю без разговора Sigma. Эти же самые функции есть еще у ряда программаторов, по-моему, у Fusion. Вот, но у меня его нету. То есть какие-то еще программаторы способны заменить и Sigma, и любой другой программатор. Также вроде бы программатор Infinity с каким-то другим расширением, которого у меня нет, он также точно умеет снимать ФРП-блокировку. Но мне вот понравилась Sigma. Очень дружелюбный у нее интерфейс. Через ADB она умеет кое-где снимать. Но я думаю, что они допилят. Я думаю, я уверен, что они допилят. Потому что постоянно идут обновления чуть ли не каждые две недели. MRT Dongle. MRT Dongle это программатор для разблокировки, для работы, для снятия ФРП-блокировки. Xiaomi и Meizu. Еще там есть Oppo фирмы. И еще, по-моему, какая-то. Но у нас они пока не распространены. Но я думаю, что еще Oppo зайдет на российский рынок. Пока это Xiaomi и Meizu. На Meizu снять графический ключ. Как бы я, ну, только там на некоторых аппаратах, по-моему, 4Tool отформатировать кусок памяти и так далее. Я не заморачиваюсь. Я купил вот этот Dongle. Несколько ремонтов он отбит. То есть MRT Dongle реально нужен. Потому что сейчас Xiaomi и Meizu продаются официально RST-шные, по-моему, связном и Евросети, по-моему. В большом количестве. И они сейчас попрут в ремонт. Потому что графический ключ поставить и забыть, какой ключ поставил, как бы народ у нас очень любит. То есть MRT Dongle также обязательно для покупки. Он снимает Mi-аккаунт и снимает Flyme-аккаунт на Meizu. Не без последствий. На последних прошивках, на последних моделях Xiaomi, по-моему, даже вот на 5A я пробовал. Он удалил Mi-аккаунт. То есть я смог телефоном пользоваться Xiaomi. Но новый завести не смог. То есть есть какие-то косяки. Все это, опять же, дорабатывается. Но вот мне надо было распиновку, чтобы перевести телефон Xiaomi в режим EDL. Я искал. Он свежая модель. Я искал. Была. Я искал очень долго распиновку. Какие контакты зажать на плате. И нашел, представляете, в поддержке MRT Dongle. Прямо с самой программы всю распиновку. И уже по этой распиновке я смог перевести телефон в EDL режим и его прошить. То есть даже в такой ситуации он мне помог. По Meizu Flyme-аккаунт снимает тоже на ранних прошивках. Ну, там, на Meizu-то нет проблем понизить. Если что, прошивку разблокируете, снятие пин-код и все на свете. Также точно можно, я насколько понимаю, прошивать Xiaomi, прошивать Meizu. Ну, для этого есть Mi PC Suite и все остальные приблуды, которыми пока мне это делать проще. Будет дальше? Буду пробовать. Также есть поддержка разблокировки FRP аккаунта Google. Но это уже менее интересно. Потому что я думаю, что для этих целей интереснее руками поковыряться и снять. Но если выйдет новый Android, и на нем нужно будет снимать эту блокировку, то MRT Dongle вам поможет. Вот. И последнее, что я хотел показать, это уже не программатор, это обычная флешка. У нее у меня установлена программа DMDE. Она нужна для восстановления данных. Она также куплена у меня лицензией. Я думаю, что вы самостоятельно справитесь с этим делом. Она нужна, чтобы я на любом компьютере, хоть дома, хоть на работе, в одну флешку запустил DMDE и с какого-то носителя, с карты памяти, с флешкарты, с жесткого диска смог максимально восстановить информацию. То есть DMDE также точно рекомендую к покупке, либо к какому-то там, не знаю, к добыче программы DMDE именно на флешку. Как портативную версию она постоянно обновляется. И в любой момент, потому что карты памяти и USB-флешки постоянно дохнут, и вам периодически будут их носить. Вот такой короткий разговор о программаторах. Подытожим. Значит, я рекомендую к покупке Octopus именно в формате программатора, потому что старые кнопочные Samsung несут и будут нести. К покупке рекомендую Sigma. Ее можно заменить программатором Fusion. Он чуть-чуть дороже, но говорят, что функций там сейчас будет побольше, то есть ее лучше поддерживают. Но я с ними дело не имел, единственное, что я видел их в работе. Но мне почему-то Sigma более дружелюбно показалось. MRT Dongle обязательно, потому что Xiaomi Mizu сейчас идет все больше и больше. Это уже так. И Infinity, потому что Nokia в ремонт тащит. Переносили недавно Nokia, там, по-моему, 130 или 105, ну, кнопочные Nokia. Без нее, без Infinity Best я фиг знает, что бы я делал. Можно как-то там сервисными прошивками прошивать, но пин-код был записан где-то более глубоко, и без программатора я это не вывез делать. И мне вот она необходима, УФС, она у меня там в качестве ключа кое-где используется. И УФС также для прошивки тех же самых Nokia, какие-то 8800 или что-то такое, где паяться нужно, какие-то АК. Но остальное уже по желанию. Значит, еще раз давайте вот так вот. Вот эти три программатора, с них можно смело начинать. Потому что этих аппаратов, ну, я считаю, сейчас все больше и больше. Ну, и хочется еще сказать про НЦК-коды. Если собираетесь барыжить НЦК-кодами, я, кстати, прекращаю через некоторое время это делать, потому что неблагодарны это занятие. Если собираетесь продавать НЦК-коды через интернет, либо людям, чтобы не прошивать аппарат, потому что иногда проще просто прошить аппарат, и блокировка на оператора снимется. Но если хотите кодами, просто ввели код и все, то Sigma на Алькотелях, ну, а большинство блокировок на Алькотеле, Sigma эти коды подбирает. Еще сейчас есть программатор НЦК-бокс, он называется. Он тоже на НТК-шных, на большинстве снимает блокировку, подбирая коды и просто через режим прошивки снимая блокировку на оператора. Но у меня его нет, но я в процессе его рассмотрения, потому что, возможно, я себе его куплю. НЦК-бокс он называется. Но с него, опять же, начинать смысла нет, потому что это уже более, так сказать, специализированный, более детальный ремонт у вас будет. Кучу, как я уже говорил, программаторов я просто выкинул, потому что они перестают поддерживаться. О поддержке обязательно важно поговорить. Какой-то драгон, еще что-то такое. Они валяются в коробках. За каждый там отвалено было по 200, там, не знаю, по 150-200 баксов. Ну и валяются они без дела, потому что производитель просто перестал их поддерживать. И к Infinity я еще рекомендую докупить, наверное, модуль CM2, по-моему, он называется. Тоже я к нему сейчас буду присматриваться после Нового года. Для работы он нужен, по-моему, с МТК и с Притрумом. Ну, пока нет, просто не было в нем необходимости. Вот такое небольшое видео про работу с программаторами. Если что-то нужно в комментариях, задайте вопрос, либо порекомендуйте программатор, которым пользуетесь вы, но тогда обязательно, ребят, пожалуйста, расскажите, почему именно он. Мое мнение сугубо индивидуально, это сугубо мое личное мнение. Если у вас что-то идет иначе, ну, поделитесь, пожалуйста, этим в комментариях. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.